Меня зовут Дашкиев Михаил. Я один из основателей бизнес-молодости. Мы занимаемся стартапами, но не в привычном понимании этого слова. То есть это не какой-то инновационный, айтишный стартап, социальная сеть или какой-то сервис. Задача бизнес-молодости – дать человеку навык зарабатывания денег. И когда человек зарабатывает с нуля или не с нуля 300, 500, 600, миллион, 2-3 миллиона рублей в месяц, как ни странно, его мозги достаточно сильно меняются. То есть о бизнесе он издает гораздо больше, чем из умных книг, чем со скамьи университета и так далее. Первый вывод для меня, который сильно меня толкнул вверх, был продавать дорого. Ну вот, называть цену себе. Я раньше боялся называть цену. Я думал, что когда я называю цену, я беру там с хорошей маржой там с клиента деньги, это как будто я у него отнимаю деньги. Второй вывод был следующий – считать. Ну, цифры. Мыслить не эмоциями, не ощущениями – то густо, то пусто. Вот выпарить холодец из головы, как мы говорим. То есть считать показатели, а показателей-то не так много. То есть оказывается, что бизнес – это очень такая статистическая штука, это математика, прежде всего. Большим для меня выводом было то, что далеко не все действия влияют на результат. Есть лишь немногие действия, которые действительно влияют. Вместо того, чтобы делать просто вид бурной деятельности и делать что-то полезное, я начал делать то, что влияло на эти цифры, на эти показатели. Ну и последним для меня таким знакомым выводом был, как ни странно, как пишут в книгах, я создал команду. Ну и что? Читал я там эти книги и думал, ну команду и команду. У меня вот тоже есть команда, вот друзья мои там. Команда? Чем не команда? И только вот недавно, буквально за последний год мы поняли, что значит настоящая команда, что значит профессионалы как таковые, что значит дорогие специалисты. Мы начали нанимать действительно дорогих профессионалов, лучших с рынка. И как ни странно, когда ты берешь человека, который за плечами имеет большой результат, гораздо больше, чем у тебя, и он действительно профессионал, он у тебя распаковывается и делает такой же результат, как раньше или чуть меньше, вот для тебя уже. Это такой чит-код. Ситуация, в которой мы сейчас живем в России, мы называем шутку вторые девяностые. Сейчас все ностальгируют по тем временам, что, мол, рынок уже поделен, конкуренция высокая там и так далее. А на самом деле сейчас вторые девяностые, потому что рынок по-прежнему еще не поделен. Очень во многом на это повлиял интернет, как таковой. Появление интернета, интернетизации компьютеров, интернет-рекламы и так далее. Потому что руководители предприятий прошлого поколения, которые сейчас там владеют или управляют предприятиями, производственными или торговыми, они мыслят очень по-старому. У них два инструмента только есть, которые работают. Это связи, вот я знаю, Виктор Степанович, вот я с ним работаю. И сарафанное радио. Иными словами, значит, как-то само что-то продается, непонятно как, вот как-то продается. Вот это два рабочих инструмента, которым владеют люди. И то, что сейчас действительно возрастает конкуренция, игроков на рынке становится больше, больше становится умных людей, они, конечно, терпят не лучшие времена. Они остаются без клиентов, кто-то загибается, банкротится и так далее. И сейчас просто умный парень или девушка, который может создать грамотный сайт, настроить грамотную рекламу и найти поставщика, может завалить заказами того самого пятидесятилетнего дядьку, который сидит и жалуется на жизнь. И вот эта модель, по сути, сейчас, она очень сильно развивается. План Б на сайте rbk.ru